МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24. В студии Хадир Курбанова. Здравствуйте. И коротко о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Черный список АЗС, неисправность противопожарных систем и недолив топлива, станут причинами попадания заправочных станций в книгу «Жалоб». Одно за другим. Незамысловатые переплетения нити формируют ковер. В Воронинском доме культуры возрождают ковроткачество. О подробностях красивой традиции смотрите сегодня в выпуске. Вверх к новым вершинам. В республике прошел чемпионат по спортивному скалолазанию. В Дагестане создадут черный список автозаправочных станций. В нем будет размещена информация об АЗС, где клиентам отнеслись недобросовестно или были выявлены различные нарушения. Решение о создании подобного рода книги «Жалоб» было предложено в ходе круглого стола, организованным Народным фронтом республики по итогам мониторинга заправок. Главный акцент хочется сделать на надзорных и контролирующих органов на поверке. То есть мы, Народный фронт, выступаем за то, чтобы нашему потребителю, нашему гражданину доливали именно то количество топлива, за которое он заплатил свои полные деньги. Вот один из ярких примеров могу привести в городе, в Буйнакском районе вернее, АЗС Сапар. Я могу их перечислять поименно, могу и в общем АЗС Сапар. Не долив топлива составил более 200 мл. Дагестанские активисты Народного фронта также предложили надзорным органам улучшить контроль за деятельностью АЗС. По их словам, некоторые их обращения о нарушениях остаются без внимания. 55 автозаправочных станций проверили, писали во все инстанции, в принципе, по компетенции. В прокуратуру писали. Всего два ответа. Всего два ответа. Территориальные управления Роспотребнадзора грешат формальностью ответов. Отметим, что фронтовики в течение месяца проводили мониторинг 55 заправочных станций в 4 муниципалитетах Дагестана. Общественники выявили нарушения везде. Самые распространенные – неисправность противопожарных систем, недолив топлива и большинство АЗС не выдают квитанции. Член ОНФ Ислам Магомедов также прогнозировал и цену на топливо. По мнению эксперта, летом стоимость газа подорожает и будет достигать порядка 23-24 рублей. Реализация потенциально опасного зерна планировалась в Дагестане. Факт был скрыт сотрудниками Ростельхозназора в ходе плановой проверки в Казбековском районе. Здесь, в сельскохозяйственном кооперативе «Красный октябрь» были выявлены грубейшие нарушения требований законодательства в области качества и безопасности зерна. В ходе проверки руководство СВК не представило документы, подтверждающие обеззараживание складских помещений и предзакладка зерна на хранение. Состояние кровли и стен склада, а также конструкции вентиляции не обеспечивают предотвращение попадания в них атмосферных осадков и посторонних предметов. Согласно представленным документам, в минувшем году кооператив уже успел реализовать около 140 тонн зерна, в том числе пшеницы, ячменя и овца. Перед этим зернопродукция не прошла необходимые исследования, подтверждающие ее качество. «Мы две братские республики, и нас объединяет общее вероубеждение». Такие слова были сказаны муфтием Чеченской республики на встрече с заместителем муфтия Дагестана Ахмадом Кахаевым. Встреча проходила в здании Духовного управления мусульман Чеченской республики. В ходе беседы стороны обменялись мнениями и обсудили вопросы взаимодействия между религиозными организациями. На встрече присутствовал и полпредмуфтиатр Республики Дагестан в арабских странах доктор наук Шихабуддин Гусейнов. В рамках рабочей поездки для делегации из Дагестана была проведена экскурсия по зданию телерадиокомпании «Путь». Здесь были обсуждены планы сотрудничества информационных компаний регионов. Донорская акция «Сдай кровь, оставь отпечаток в сердце» продолжает свою работу в Дагестанском государственном техническом университете. За три дня в акции приняло участие более 200 человек. Благодаря им, работникам выездной бригады Республиканской станции «Переливание» удалось собрать около 150 литров крови. Отметим, «Переливание крови ежегодно позволяет спасать миллионы человеческих жизней». Есть еще много показаний, противопоказаний. Мы это выясняем на месте. То есть, если низкий показатель крови, анемия, мы его, конечно, не допустим. Также, если донор весит менее 50 килограмм, особенно этой девочке, то тоже не допустим. Сохранение и развитие коврового производства. С этой задачей пытаются справиться не только оставшиеся цеха, но и частные мастерицы. Жительницы Хунзахского района активно передают свои умения молодому поколению. В селении Арани для этого функционирует Дом культуры. Его посетила наша съемочная бригада, а с места событий репортаж Луизы Раджабовой. В руках телефон, а на экране последние тенденции ковроткачества. В них, как никто, разбираются школьницы из селения Арани Хунзахского района. Здесь, в Доме культуры, учителя передают новому поколению почти утерянное в местных краях ремесло. Прежде чем подготовить нитку, надо подготовить шерсть. После того, как расчесали ее, вьем из нее нитку. Потом собираем нить в моток и красим. Учениц немного, а молодежь не спешит увлекаться старинным художественным промыслом. Однако среди них есть пополнение. Родители Алины – военнослужащие, переехали из Саратова два года назад. На уроке труда в новой школе девочка ознакомилась с ковроткачеством. К незнакомому ремесло проявило любопытство. Один ковер уже готов и подарен родителям. Мне кажется, когда делаешь ковер с душой, то он получается очень красивый. И подарить родным, мне кажется, это очень приятно. Мама была удивлена, что такие замечательные ковры делают своими руками. И иногда даже она у меня спрашивает, как научиться ей делать самой. Основой дизайна является геометрический орнамент, символизирующий силуэты птиц и лепестков. Характерное сочетание теплых и холодных цветов придают изображению выразительность и утонченность. Этот промысел наших предков. Сейчас это все утрачивается. Раньше в селе была большая фабрика. Теперь ее нет. И чтобы не потерять технологию старинного производства ковров, мы передаем подрастающему поколению. Процесс изготовления этого изделия требует от учениц завидного терпения и усидчивости, поскольку работа выполняется в сидячем и полусогнутом положении. Их учителя – опытные мастерицы. Зная схему построения узора ковра, выполняют его по памяти. Обучаемся у взрослых и меньше людей интересуются именно этими промыслами, которые были у наших бабушек, чем они занимались. И поэтому, наверное, больше на синтетику перешли. Но это очень ценный труд, очень красивая работа получается. Долгая работа над ковром дает свой результат. Ковры, как произведение вечно молодого и уникального искусства, сохраняют традиции прошлого для наших дней. Луиза Раджабова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Хунзахский район, Арани. Они не боятся высоты и готовы покорять вершины. В Махачкале на базе Дагестанского государственного политехнического университета прошел открытый личностно командой детско-юношеский чемпионат республики по спортивному скалолазанию на искусственном рельефе. Все подробности в сюжете Карины Баталовой. Найти опору, вытянуть руку до следующего выступа и вот уже до красного победного круга осталось совсем немного. Этот экстремальный и захватывающий вид спорта собрал сегодня около 160 юных скалолазов от 10 лет до 21 года. В течение двух дней 30 школьных и 10 студенческих команд соревнуются между собой. У нас здесь представители Малой Академии Наук, спасатели, МЧС, у нас страховки, все дела. Есть ребята, которые пришли, просто увидели скалодром, захотели полазить. У нас здесь вообще 5 уровней сложности и на самый простой, в принципе, они могут им помочь, залезть, подсказать, как это вообще. А вообще в Малой Академии Наук есть маленький скалодром, и туда ходят школьники разных возрастов. А у нас здесь более так продвинутые, конечно, лучше, если они сначала будут туда ходить, а потом уже более-менее подготовленные к нам. Забраться на вершину без срывов – это уже победа каждого участника, ведь скалолазание – экстремальный и сложный вид спорта. К тому же эта дисциплина теперь представлена и на Олимпийских играх. По словам главного суди соревнований, по сравнению с прошлым годом, уровень мастерства юных спортсменов возрос, поэтому была увеличена сложность прохождения скалодрома. Даже вот маленькие малыши, они проходят, смотришь на трассу, думаешь, навряд ли отсюда ребенок сможет залезть. Они нас удивляют, они проходят, даже показывают хорошее время. В таком возрасте им, чем за компьютером дома сидеть, им интересно приходить лазить, соревноваться с другими, посмотреть, как он выступает. Этот чемпионат ежегодно проводит Малая Академия Наук Дагестана совместно с ДГТУ. Цель – пропаганда детского скалолазания в республике, выявление сильнейших скалолазов, а также повышение спортивного мастерства. Амина участвует в соревнованиях уже в третий раз. Сегодня ей удалось пройти одну из самых сложных трасс всего за 9 секунд. Я хожу к тренеру Ренату Алиевичу, занимаюсь уже где-то полгода, скоро год будет. Ты что хочешь этим заниматься в будущем? Конечно. Буду активно заниматься этим. У меня это хорошо получается. Я буду стараться еще лучше, чтобы у меня был еще лучший результат, занимать побольше мест, радовать моего тренера. Оценивали спортсменов в командном и личном зачете в трех возрастных группах. Спортсмены, занявшие призовые места, получили кубки, медали, ценные призы и подарки. Карина Баталова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, новости 24, Махачкала. Три золота и одно серебро. С таким результатом из Сербии на родину вернулись борцы вольного стиля. Там, в городе Новисад, проходило первенство Европы среди молодежи до 23 лет. На высшую ступень педестала поднялись хасавюртовцы, Абазгаджи Магомедов, Розамбек Жамалов и махачкалинец Арсеналей Мусалалиев. А в шаге от первого места остановился полутяжеловес Шамиль Мусаев. По прилету у спортсменов встречали их многочисленные болельщики. Это родственники, друзья и знакомые. Этот год мы начали хорошо и продолжили так же, без травм, без других каких-то последствий. Да, Аллах, чтобы намерили, чтобы погадали такой же момент. Вам всем здоровья, вам удачи. Вашим тренерам огромная благодарность, огромная значимость, это вы проявляете, поэтому большое вам спасибо. Следующим стартом для молодых борцов станет 50-й юбилейный турнир памяти Али Алиева. Он пройдет в начале мая в Каспийске. В Дагестане начнут возрождать бадминтон. В республику для этого приехали представители Национальной Всероссийской Федерации Бадминтона. Они рассказали о преимуществах данного вида спорта, о пользе его для любого человека и доступности. Министр по физической культуре и спорту Республики Дагестан напомнил о том, что в Дагестане этим видом спорта занимаются и сегодня. Однако был период, когда бадминтон культивировался везде. Были даже свои чемпионы всероссийских турниров. По словам руководителя спортивного ведомства, необходимо популяризировать вид спорта во всех районах и городах, тем более, что он олимпийский. Было также отмечено, что создана Республиканская Федерация Бадминтона, а ее руководителем избрали доктор медицинских наук Жарула Хашуева. Таковы были новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать на нашей официальной странице в Инстаграм, а также на сайте Ютуб. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин